все есть так ну приветствую еще раз сегодня 26 06 23 сегодня у дочки моей день рождения вот сегодня весь день был не на связи вот мы вот как концу дня как бы по плану все ничего не отменяется выходим в эфир вот и обещаем вот олег у нас сегодня не знаю будет не будет олег тоже где-то у нас в на рыбалке как он сказал вот так что может быть тоже подключиться так что посмотрим вот в принципе да елена благодарю лялька до ляльки уже 13 вот так что сегодня старшая лялька моя раз день рождения ну давайте начнем как обычно с небольшой презентажки вот быстренько пройдем по слайдам по для для новичков вот ну и в конце поговорим про новости ну и в общем то если кого-то бы желание подключиться вот вместо олега не знаю может быть наталья может быть елена может быть марина вот ну тогда просто соберитесь с мыслями пока вот их есть время вот мы потом можем что-то что-то тоже что-то скажете вот зовут меня алексей наумович 2004 года инженер программист 14 года партнер по продвижению технологий юницкого вот ну и самая основная его технология это то есть это технология с которой в общем-то впервые мы я лично познакомился транспорт технологии у него очень много и разнообразных вот ну и первое это конечно транспорт и транспорт на сегодняшний день имеет огромное количество проблем вот это начиная от пробок аварийности выхлопов там проблем в логистике и так далее и так далее то есть это как пассажирских перевозок перевозках такие грузовых перевозках и в общем то тоже сегодня будет новость одна простая статья в forbes о том что тоже тренд и в грузовой логистики идет на автоматизацию вот но и в общем-то огромное количество проблем вот связанных не только с перенаселением там где-то также это и проблемы со стихиями то есть где-то и страны более северный бог который борется со снегом есть страны более южные которые борются с песками вот и страны где заливает разливы паводки ну в общем то для беларуси на раз борьбы с песками нора не так актуально но в принципе вот разливы на припяти либо снежный занос это у нас прям очень актуально вот ну а жаркие страны уже немножко них проблема с песками вот ну и это тоже не единственная не единственная проблема то есть также мы знаем что это и выхлопы зимой зимой тяжел дышать и вот такие вот разливы в общем то проблем хватает ну и опять же с точки зрения строительства дорог чтобы построить казалось бы обычную асфальтную дорогу то есть это целый комплекс мероприятий начиная от вырубки леса съема почвы плодородной потом это целая подушка создается то есть и нарушается движение в рек вод животных в общем-то в горах построить дорогой это еще сложнее то есть это нужно прорубать тоннель и так далее то есть это сложно дорого долго вот но и особенно дорого и особенно еще сложнее это и надземной конструкции вот такие вот сложные вот где в общем-то и скорость низкая и стоимость строительства тоже взлетает тоже намного выше в общем ну в общем тоже есть от проблем ну и кое-какой где спасает такие решения фуникулер либо канатной дороге но опять же не являются не сильно эффективными вот и их не построишь массово глобально то есть это тоже такие довольно узкие решения вот но на сегодняшний день уже есть идеальное транспортное средство идеальное транспортное решение это струнная транспортной системы ю sky вот это надземная надземный транспорт который уже на сегодняшний день он функционирует вот почему струнный потому как в основе технологии лежит струна вроде бы рельс с первого снаружи выглядит как обычные прямоугольный вот но внутри есть струны вот в общем то которые и делают вот такие вот длинные красивые ажурные легкие пролеты вот без необходимости ставить большое количество массивных бетонных опор то есть вот такие пролеты вот конкретно вот этот пролет 400 метров легко многие из вас уже его видели многие за даже катались вот вообще-то все это функционирует работает сейчас уже никому не приходится доказывать в его работоспособности вот ну и естественно преимуществу надземного перемещения много но и принципе вот по этой картинке очень очевидно все видно нет необходимости как-то ровнять холмы там или засыпать низины то есть просто делать две опоры натягивать идеально ровное полотно мы по нему естественно очень комфортно передвигаться идеально ровная поверхность гладкая не мешает снизу животным людям и так далее то есть это очень очень эффективная конструкция которая которая обладает неспоримыми преимуществами над надземным транспортом вот но и на текущий момент есть три вида путевой структуры надземной то есть мы видим серединке жесткая фирменная где можно ехать и сверху и снизу полу жесткая сверху мы видим прямолинейная такая структура вот ну и спали гибкая с паровисами то есть для преодоления каких-то больших врагов рек в общем-то препятствий то есть может быть довольно длинное расстояние вот в общем то вот такие вот основные конструкции вот ну и тоже фотографии за мариной горки к технопарк мы видим как раз таки в серединке жесткую фирменную конструкцию где сверху высоко скоростной транспорт вот который способен развивать скорость до 500 километров в час и снизу это городской вид транспорта который может развивать скорость до 100 150 километров в час вот ну а дальше это пересадочная станция где в общем-то с третьего этажа пассажир спускается по лестнике на 2 вот пересаживается на на этот модуль вот и едет уже по городу туда куда ему необходимо вот ну и вот пару до фотографий тоже это прошлым летом кстати говоря это где-то ну не не год ровненько но где-то 11 месяцев назад в июле мы у нас проводилось мероприятие в мариной горке и вот с олегом и здесь кое-какие босиком запечатлели такие вот фотографии красивые так что кто будет у нас в июле гостях частности наталья иванова то я думаю что вполне сможешь сделать такие же фото босиком вот и отправить потом на всю латинскую америку привет из из центра развития новых технологий в транспорте вот ну и автором струнных дорог является анатолий едуардович юницкий который занимался наталья написала хочу ну раз хочу значит значит должно все получиться вот автором является анатолий едуардович юницкий который всю жизнь посвятил развитию дорог струнных дорог вот это и огромное количество конференции и огромное количество испытаний и проб ошибок то есть ну и этот долгий долгий путь вот мы которые в общем так книги с то есть это огромное исследование то есть иногда но это целая целая наука это целая отрасль целая индустрия которая в общем-то и сейчас начала зарождаться вот мы огромное количество книг написано вот в частности вот здесь у меня руках держу книжку инженер хорошая Иллюстрированная книга, которая описывает все 40 лет пути Анатолия Дардовича, на пути внедрения транспорта. Очень интересная книга, можно заказать в интернет-магазинах и посмотреть. И немножко пройдясь по характеристикам, я обозначил цифру 500 км в час. И может быть, если кто-то у нас есть впервые здесь, эта цифра покажется очень большой. Но если посмотреть на коэффициент аэродинамического сопротивления, то мы видим, что он почти в 10 раз эффективнее, чем у обычного автомобиля. Соответственно, набрать скорость ему будет, ну не в 10 раз, но намного будет ему проще развить скорость. Как некая пуля, он рассекает воздух и может спокойно. И даже есть расчеты уже не только на 500 км в час, но и на 1000, даже на 1200. Вот, ну естественно, там уже будут применяться, видимо, форвакуумные какие-то трубы, возможно. Вот, ну в общем-то, технология позволяет даже такие скорости развивать. Вот, ну и раньше спрашивали, упадет, не упадет. Вот, и объясняли, вот такие показывали картинки, что есть специальные поддерживающие ролики. Вот, ну в общем-то, сейчас уже все протестировано, не падает, ездим. Вот, ну и вот недавно появились в сети ролики уже из акварели. Вот, в общем-то, те, с которых мы начинали презентацию, вот эти такие веселые летние желто-голубые вагончики цветные, вот, которые должны будут возить рыбаков. Сейчас эти вагончики, они тестируются. Вот, и мы когда были, вот буквально недельки-две назад, как раз-таки там в акварели, вот, ну и, в общем-то, да, действительно, даже в воскресенье полдня они функционировали, тестировались. То есть, ну, возможно, накатывали километры. Ну, в принципе, это вот можно будет уже уточнить чуть позже у Анатолия Дардовича, что же там они делали. Вот, ну и вот мы видим, в принципе, две разновидности. Вот один, это как аналог маршрутки, второй, это как аналог, наверное, скоростного какого-то, не знаю, болида. Феррари, не Феррари, не знаю, но, в общем-то, это... Один люксовый, высокоскоростной, второй, ну, более попроще для городских условий, как аналог маршрутки. Вот, ну, мы можем посмотреть здесь, что по расходу топлива, то есть, при движении на столько метров в час у нас расходуется топливо примерно, ну, если переводить электричество в топливо, то примерно 120 грамм на пассажира. То есть, если едет маршрутка, 14 пассажиров, то есть, это полтора литра топлива на 100 километров. То есть, это на порядке ниже, чем у обычных маршруток. То есть, это экономия довольно существенная. Вот, ну, и немножко так обобщив вышесказанное, то есть, мы видим, что по капитальным затратам, то есть, стоимость строительства трассы, зелененькие, это как раз-таки, юскай, он самый, стоимость строительства самая минимальная. То есть, эти ажурные легкие конструкции, их строить очень, ну, как бы, намного дешевле, чем монорельс, чем, там, просто железную дорогу, чем трамвай, там, и так далее, и так далее. Вот, дальше, по эксплуатационным расходам, тоже расходы минимальные, то есть, нет необходимости чистить, как мы смотрели вначале, там, от песка, от снега, еще чего-то, то есть, они самые очищающиеся дороги, нет необходимости латать асфальт, как у нас обычно происходит на асфальтных дорогах ежегодно. То есть, все это происходит, эксплуатационные расходы снижаются в разы. Дальше, расход энергии мы тоже посмотрели в разы ниже, чем в других видах транспорта, то есть, намного экономнее. Вот, при этом, по пропускной способности у него, он может быть больше, чем даже, чем у метро, то есть, чем у минско-московское метро, может быть, пропускная способность намного выше. Это за счет гибкости в размещении пассажиров, то есть, это могут быть составные какие-то составы, это могут быть интервалы разные, то есть, это могут быть и минута, может быть и 30 секунд, и может быть даже 2 секунды между каждыми, между отправками пассажиров. Вот, поэтому здесь пропускная способность может быть намного выше, даже, чем у метро. Вот, загрязнение окружающей среды минимальное, потому как это электромобиль, электромобиль на стальных колесах, то есть, нету ни выхлопов, нету ни загрязнения от шин, то есть, загрязнение окружающей среды тоже минимальное. Вот, транспортная аварийность тоже является минимальной, почему? Потому что мы просто поднимаем, поднимая транспортное средство над землей, вот мы избегаем столкновения с другими транспортными средствами, с животными, с людьми и так далее. Все это можно подвести на черту, что струнная транспортная система U-Sky, или раньше называлась SkyWay, является самым идеальным на сегодняшний день транспортным средством на планете. Ну и двигаясь дальше, мы видим, что создан уже целый модельный ряд, который может применяться для различных ситуаций. То есть это двухместные, четырехместные, шести, четырнадцати, двадцати, восьмиместные. Вот то, о чем я говорил, что гибкость. Также уже есть решение для грузовых перевозок. Это сыпучие грузы и контейнерные перевозки. Вот и все это целый комплекс, такой комплекс, целая индустрия. Заложена основа целой индустрии по перевозке и пассажиров, и грузов. Ну и вот хорошая картиночка из экотехнопарка. То есть мы видим целую такую, как можно сказать, даже город, не город, сеть, сеть дорог. Вот все пять линий движений. Ну плюс к ним еще строится еще две, достраивается. Вот и плюс еще трасса рыбака. То есть уже есть на что посмотреть. Вот. Ну и, естественно, проходится, проходится, по мере строительства, проходится сертификация, проводятся, получаются и патенты. И, ну, все это есть, в принципе, в новостях. Кого интересно, можно посмотреть. Патентов очень много. То есть за эти годы их собрана целая коллекция. То есть все это расположено на Железнодорожной 33. У нас в Минске можно посмотреть. Можно посмотреть в онлайне на сайте. Вот. Активно ведется работа со студентами. То есть мы видели новости и с университета Шарджи, выпускные проекты. И мы видели взаимодействие с институтами белорусскими. Например, вот мы видим Институт управления предпринимательства. Также мы знаем, что есть взаимодействие и с институтами техническими вузами. То есть ведется постоянно работа со студентами, с выпускными. Я в том числе в 2018 году защищал работу по финансам. То есть тоже бизнес-план строительства грузопассажирской трассы. То есть, в принципе, ведется такая вот активная работа. И, кстати говоря, тоже новость будет у нас в конце. Новость тоже про то, как про конкурс работ. Вот. Именно для студентов, для выпускников. Вот. Мы чуть позже посмотрим. Вот. Также, естественно, ведется... Не естественно, а ведется деятельность взаимодействия с Академией наук. Вот. И даже вот было год назад присвоено статус научной организации. То есть это такое редкое достаточно событие именно для частной компании, чтобы частная компания получила статус научной организации. Вот. А в ЗАО «Струнной технологии» как раз-таки этот статус получила. Вот. И вот некоторые достижения, что предприятие работает 11 кандидатов, ну, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента. Вот. И более 10 преподают в вузах страны. Ну, это вот информация на прошлый год. За 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий. За 5 лет получены 95 охранных документов. Ну, в общем-то, перечислять можно долго. То есть, ну, сам факт, что струнные технологии имеют статус не только производственной компании, но и научной компании. Вот. Ну, и также вот мы видели новости, как получаются сертификаты на, именно на проектирование. То есть, мы, допустим, тоже иногда задаешься, ну, как были вопросы такие, каким образом компания зарабатывает. То есть, вроде как пока нету адресных проектов, вот, но за счет чего ЗАО «Струнной технологии» вышла на самоокупаемость. Вот. И вот как раз-таки вот эти вот аттестаты, именно аттестаты на выполнение функций генерального проектировщика. Вот мы видим, что аттестат второй категории на право выполнения функций генерального проектировщика. Вот. Потом генеральный проектировщик на право разработки разделов проектной документации на объектах строительства 1-4 классов сложности, а также на право оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и осуществления технического надзора на объектах строительства 2-4 классов сложности. То есть, все эти аттестаты позволяют проводить довольно серьезную работу, вплоть до того, что можно разрабатывать проектную документацию, например, для атомных электростанций. То есть, это самый-самый высший уровень документации. То есть, это тоже как бы все это имеется. Ну и также мы рассматривали на предыдущем нашем вебинаре как раз-таки финансовый уйдит. Вот кто хочет посмотреть, уже запись уже у нас выложена. Вот можно посмотреть как раз-таки этот разбор. Но если кратко, то мы видим, что прошлый год у нас, 2002, вышел как раз-таки на самокупаемость. То есть, был и рост прибыли на 33% по сравнению с 2021 годом. То есть, ну и в общем-то, это уже такой хороший знак, что не было, в общем-то, и даже финансирования со стороны материнской компании. То есть, в общем-то, уже ЗАО «Струнная технология» можно сказать, что стало самодостаточным предприятием, которое может само себя уже обеспечить. И, в общем-то, те инвестиции, которые привлекаются на текущий момент, они идут уже на строительство как раз-таки комплексов «Шарджа». То есть, белорусская часть уже, в общем-то, сама себя окупает. Это уже важно. Ну и вот тоже одно из зданий ЗАО «Струнная технология». И как-то тоже у нас пару встреч назад был какой-то гость, который написал, якобы, это здание уже не наше. Вот, ну, для… еще раз поясню, это здание наше. Вот, но единственное, что оно сейчас находится в аренде. То есть, это здание сдается. Вот, и я тоже могу, в принципе, показать отдельно потом. Хотя, может быть, даже сразу и покажу. Что вот здание на Чеботарева 7. Оно как раз-таки, вот если забить наш сайт по аренде, real.buy, вот мы видим, что «Снять офис» на Минск Чеботарева 7а. Вот есть телефон. Вот, и вот видим, что здесь «Ебегунова.собачка.юницкий.ком». То есть, просто компания сдает это здание в аренду. Вот, и тоже за счет этого, в том числе, зарабатывает, ну, прибыль. Вот, тоже, чтобы было понимание. Так, ну, и вот тут тоже фотографии наших сотрудников, работников. Вот, ну, и это здание уже оказалось маленьким. Вот, и сейчас, в общем-то, переместились в большой бизнес-центр. Ну, уже не сейчас, это уже где-то полтора года там находится весь инженерный состав. Железнодорожная 33. Вот, десятиэтажное здание. Больше десяти тысяч квадратов помещений. То есть, это довольно просторно. Там уже можно разместить, там размещены, в общем-то, все, весь, так сказать, интеллектуальный фонд ЗАО «Струн технологии». То есть, людей уже работает больше 600 человек. Вот, то есть, здесь находятся мозги предприятия. Вот здесь находятся руки предприятия, где, в общем-то, происходит сборка подвижного состава. Вот, ну, и уже в Марьиной Горке находится полигон, на котором, в общем-то, и происходит демонстрация, тестирование, накатка километров-часов. То есть, ну, и, в общем-то, сюда, в общем-то, это место как раз-таки паломничества инвесторов со всего мира. Вот, ну, и здесь вот эта фотография 2019 года, здесь вот рядышком еще расположилась, сейчас уже комплекс акварель, поэтому уже, ну, вид сверху будет немножко другой. Вот. Ну, и тут также мы рассматривали пару вебинаров назад, что ЮСТ продолжает работу над новыми трассами. То есть, уже пять трасс там построены. Вот еще сейчас продолжается работа еще над двумя. То есть, это шестая и седьмая трассы. Шестая – это вот такая вот Санта-Барбара, так называемая, подковы. Вот. Ну, и седьмая трасса – это большегрузная, такая же, как в Шарже. То есть, в Шарже ее уже построили, вот. Ну, а здесь пока только на уровне как раз-таки анкерных опор. Вот. Ну, и, в общем-то, когда все было продемонстрировано у нас в Беларуси, струнным транспортом здесь свалится Биллион Арабский Эмират, и тоже предложили построить такую же площадку у себя. Вот. Ну, и, в общем-то, с целью развития, в том числе, восточноевропейского, африканского регионов, в общем-то, что и началось делать со счет 2019 года. Ну, и, в общем-то, вот уже первые были картинки, это 2021 год, первая станция, первая, в общем-то, такие, сейчас уже там намного больше чего построено. Вот, тоже посмотрим фотографии чуть позже. Вот. Ну, и в 2021 году было очень много гостей, то есть, Объединенные Арабские Эмираты – такой центр и деловой, вот, и финансовый, и центр туризма. И вот в 2021 году было, приехало очень много, было интервью, и радио, и телевидение. То есть, были, по всем странам проходили всякие сюжеты, в том числе на американских, там на CNN, то есть, ну, было, японцы приезжали, французы, то есть, со всего мира, канадцы. Вот. И потом, плавно, после 2021 года, вся движуха перешла в… еще больше усилилась за счет того, что было экспо-2020 Дубая, посвященное 50-летию самого Дубая. В общем-то, здесь было и правительственное, и бизнес-делегацией. Ну, и, в общем-то, очень удачно, как раз-таки, подоспел, и в том числе за счет ковида, то, что перенеслось с 2020 на 2021 год это мероприятие. То есть, компания смогла еще лучше подготовиться ко встрече гостей. Вот такой шикарный. Мы видим макет линейного города здесь, и, в общем-то, уже как раз к тому моменту зацвели сады. То есть, в общем-то, площадка встретила гостей очень-на-очень-на-очень высоком уровне. Ну, и были делегации из Африки, и из… вот мы откуда-то видим здесь Ганна, да, Ганна. Ганна тоже-то же Африка. Потом европейских были делегации, были делегации из Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, естественно. Были очень много из Индии, то есть, из Индии прямо было несколько там и правительственные, и бизнес-делегации. Вот они причем несколько раз приезжали, то есть, оттуда интерес прям тоже очень сильный имелся. Вот также, естественно, то, что мы говорили, что ведется деятельность со студентами, также и не только с нашими студентами белорусских и российских вузов, но также взаимодействие происходит уже и с вузами зарубежными. Вот, ну и в частности здесь Eureka Education, провайдер среднего и высшего специального образования, основанный в Лондоне, вот, и крупнейший поставщик программ экспериментального обучения в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Ну и вот мы видим уже студентов, которые также перенимают эти, ну, тут, видимо, просто в рамках экскурсии, вот, ну, я думаю, что вот эта школа научная, она также будет очень скоро транслироваться и на те регионы. Вот, ну и 22-й год еще ознаменался тем, что было событие в Берлине, вот, показали на Индотранс, то есть мы все помним, и 16-й год были наши экспонаты, и в 18-м году были экспонаты, потом в 20-м году из-за ковида они были отменены, но в 22-м очередной раз, вот, и в этот раз уже экспонат был представлен не самой компанией, а уже был представлен Министерством транспорта Дубая, вот, как в рамках развития, как развития транспорта в их регионе, то есть уже были конкретно, с примерами применения у них на их территории, вот, что, естественно, не может не радовать. Вот, ну и тоже было и огромное количество и радиоинтервью, вот, где Олег Зарецкий очень бодро, с юмором, всегда очень четко, по такому по-военному, вот, по-военному четко, бодро, всегда чеканит, вот, на английском, вот, рассказывает про технологии, вот, тоже его всегда интересно послушать, вот, ну и также поездки, вот, допустим, одна из последних была его в Индонезию, были еще поездки в Испанию, то есть, ну, поездок на самом деле много, вот, ну, вот эту картиночку я оставил, вот, просто посмотреть, вот, какие, ну, может быть, у нас в Минске такого не встретишь, да, где-то тут еще в наших краях, вот, ну, вот, вот, то, что мы видим в Индонезии, вот, Джакарта, вот, и вот такая пробка из мотоциклистов, вот, ну, тут просто понимаешь, что проблема, она, вот, не то, что назрела, она уже настолько наболела, вот, что, ну, тут уже просто деваться некуда, ну, и поэтому тоже довольно быстро после его презентации там были заключены кое-какие контракты, вот, ну, и также ведется деятельность в том регионе, вот, ну, и были инвестиционные форумы, были много разных событий, вот, связанные, где представлялась наша технология, ну, в общем-то, центр как раз-таки Дубай, как центр туризма, как центр деловой, как центр финансов, в общем-то, центр протяжения людей со всего мира, ну, и, в общем-то, здесь тоже, ну, столько людей, сколько туда заехало за эти два года, наверное, к нам бы в Марину Горку не смогло бы добраться, вот, поэтому эта точка в Шарже довольно удачная, вот, и, естественно, вот, для этого центра протяжения, вот, таких вот интересных контактов, вот, ну, и вот тоже, вот, наши партнеры тоже были в Дубае, у нас Олег как раз-таки Тарасов с Анатолием Эдуардовичем, вот, и видим в сети тоже стройку, это более свежие фотки уже, вот, и все движение тоже идет, вот, ну, и дальше, переходя уже к адресным проектам, то есть, сами площадки развиваются, это понятно, вот, но необходимо также развивать направление по, конкретно по адресным проектам, вот, ну, и, как примеры, компания разрабатывала, в том числе, проекты маршрутов для Шаржи, вот, тоже мы рассматривали их несколько вебинаров назад, то есть, было четыре маршрута, вот, уже, вот, конкретно с их подвижным составом, который был разработан для, как раз-таки, по заказу дубайских министерств транспорта, то есть, именно вот в таком исполнении не хотели, чтобы у них было обзорное на 360 градусов вагончики, то есть, то есть, не было, то есть, ну, да, обзор в 360 градусов, вот, ну, и, в общем-то, такие вот решения были тоже представлены. Вот эта картиночка, это из более старых, но, в принципе, она хорошо показывает, как раз-таки, как станция может быть находиться в городе, то есть, мы видим, что на нижнем, на нижнем уровне у нас автомобили, на среднем уровне у нас может быть скоростной транспорт, на третьем уровне какой-то городской, то есть, ну, могут как раз-таки эти многоуровневые развязки, вот, пересадочные станции, то есть, все очень красиво, вот, и стекла, и бетона, вот, ну, и вот такие вот решения, это могут быть уже загородные решения, вот, и, кстати, в своем новогоднем обращении Анатолий Дажевич говорил, что уже были, ну, или как предзаказ на такую башню, вот, где-то там на уровне 25 этажа, как раз-таки пересадочная станция, то есть, тоже вот такие интерес проявляется к таким вещам, тоже на стадии, на какой стадии мы не знаем, вот, но уже была информация, что такие проекты интересуют заказчиков, вот, ну, и вот такие станции позволяют организовывать целые новые типы поселений, вот мы видим здесь, в частности, это шахматное такое, шахматное поселение, то есть, где башни доминанты находятся в центре, вот, вокруг них жилые массивы, вот, ну, и, в общем-то, здесь нету ни дорог асфальтных, в привычном напоминании, то есть, все дороги находятся над землей, ну, как раз-таки вот это вот кластерное поселение, это такое же поселение, наверное, 21-го или 22-го века, в общем-то, которым постепенно, наверное, придет человечество, вот, через какое-то время, вот, ну, и само понятие линейный город, в принципе, это понятие довольно известное уже, ну, многие из вас слышали, да, ну, и оно поддерживается организацией Соединенных Наций, в общем-то, тоже в этом направлении компания делает разработки, и в плане даже, как кластерных поселений, то есть, тут больше идет, то есть, как удобнее людей расселять вокруг этих домов доминант, то есть, как вести хозяйство, как, по каким интересам объединять, то есть, ну, и вот тоже было введено понятие горизонтальных небоскребов, ну, в общем-то, тут тему можно раскрывать долго, вот, останавливаться сильно не будем на этом, ну, то есть, это тоже интересное направление, ну, и потенциал, потенциал для масштабирования здесь колоссальный, то есть, это до 50 миллионов километров дорог по всему миру, то есть, можно вот так вот весь мир покрыть и, в принципе, перемещаться безопасно, быстро, удобно, вот, ну, и дешево, вот, и комфортно, и легко разместить на планете не 7, 8, 10 миллиардов людей, а намного-намного больше, то есть, до 100 миллиардов людей можете спокойно расселиться. Вот, ну, и переходя уже к текущим этапам, мы сейчас находимся уже на 15 этапе, долгое время мы говорили, что в преддверии 15, сейчас уже находимся на 15 этапе, вот, как раз-таки основная цель 15 этапа – это достроить 20 километров высоко скоростной трассы, то есть, сейчас уже в Шарже уже сейчас, в принципе, грузовая построена, она сейчас находится на стадии сертификации, вот, и те, кто поедет в Дубай, смогут уже, наверное, прокатиться, вот, скорее всего, ну, вот, ближе уже к октябрю, вот, ну, сейчас стадия сертификации, ну, в общем-то, в Объединенных Арабских Эмиратах не все так быстро делается, как хотелось бы, вот, поэтому немножко занимает все это время, вот. Ну, основная цель, да, построить сейчас 20 километров высоко скоростной трассы, но инвестиции порядка там 100-150 миллионов долларов, вот, ну, и, естественно, мы говорили все до этого момента, что есть инженерный состав, который непосредственно разрабатывает, рисует, разрабатывает, строит, то есть, руки, мозг, вот, но есть также люди, которым эта идея нравится, и они готовы поддержать данную технологию, поддержать строительство центра уже конкретно в Шарже, то есть, мы уже сказали, что белорусское предприятие уже, в принципе, автономно себя чувствует, то есть, сейчас уже поддержка идет, как раз-таки, на строительство центра в Шарже, то есть, именно на строительство, на разработку грузовых трасс и на дальнейшее строительство высокоскоростных дорог. Вот, ну, и, в общем-то, для тех, кто, люди, кто, кому идея откликается и готов поддержать, в личных кабинетах есть пакеты с предложениями, вот, долями, то есть, каждый человек, который поддержал технологию, получает свою долю в проекте, вот, доля закрепляется специальными сертификатами, закрепляется специальными реестрами, вот, ну, и в дальнейшем, естественно, при внедрении этих дорог уже в реальный мир, вот, естественно, трассы при функционировании генерируют какую-то прибыль, то есть, это такое вложение, например, допустим, если бы когда-то мы вложились, допустим, в строительство Минского метро, например, то есть, поддержали строительство Минского метро, Нам выдали какие-то там доли. Ну и сейчас с каждого проданного талончика можно было получать какие-то дивиденды. Но, к сожалению, таких возможностей раньше у нас не было. Но вот сейчас такая возможность есть. Поэтому кому откликается, регистрируйтесь в своих кабинетах, изучайте информацию. Ну и, в общем-то, поддерживайте проект. Ну и сейчас, переходя уже к новостям, новости у нас за две недели, в принципе, уже поднакопились. Вот уже, ну сейчас, в общем-то, сейчас потихонечку и все рассмотрим. Ну и первая статья, это у нас в Юскай продолжаются работы над транспортной эстакадой длиной более двух километров. В центре испытаний и сертификации Юскай идет финальная стадия работ на транспортной эстакадой с путевой структурой полужесткого типа. На данный момент инженеры ЮСТ ведут подготовку к монтажу тупикового участка. Который позволит Юнимобилям стартовать с уровня земли. То есть, ну, до этого мы видели двухэтажные, двух-трехэтажные такие станции. Сейчас мы видим, что делается тупиковый участок. Вот, ну, в общем-то, где уже с уровня земли, ну, в принципе, и пассажиры могут садиться здесь, и с уровня земли могут навешиваться подвижной состав, ну, или каким-то образом обслуживаться. Все компоненты сооружения отвечают заданным требованиям долговечности, надежности. Участок рассчитан на более двух миллионов циклов нагружений, а срок службы составляет 50 лет при заданной частоте проезда транспорта. Тоже вот смотрим, срок службы 50 лет. То есть, если спросить, какой составляет срок службы асфальт, ну, там каждые 2-3 года латочный ремонт. А здесь срок службы 50 лет. Как бы это много о чем говорит. При этом простота конструкции этого участка позволяет существенно снизить затраты на возведение и обслуживание путевой структуры в целом. Рассказал главный конструктор высокоростного транспортного комплекса Виталий Лобковский. Напомним, рельс со струнной эстакада тяжелого типа предназначен для перемещения юнимобилей весом свыше 30 тонн. Она позволит 25-местному юнимусу, способному собираться в поезда вместимостью до 75 человек и подвесному юниконту пятого поколения грузоподобенностью до 30 тонн развить более высокую скорость. В общем-то, вот такие вот ведутся работы. Дальше. Перспективы внедрения технологий UST обсудили на форуме GCGWM 2023. Ну, в общем-то, это тоже конференция по глобальному потеплению. Вот Александра Павлюченко выступила с докладом, в котором рассказала о потенциале технологии UST для решения проблем, экологических проблем. Вот тоже сейчас посмотрим. Конференции на самом деле много. Ну, как пример, то есть в том числе конференция по экологии. Пожалуйста, наши специалисты выступили по экологии. Александр Павлюченко, эколог, бюро биотехнологий. Вот в своем выступлении подчеркнул важность биосферных технологий UST для решения актуальных экологических задач. Вот, смотрим дальше. UST приняло участие в международной выставке технологий горных разработок. То есть, помимо всего прочего, параллельно, да, происходят еще горные разработки. Это уже в России, Новокузнецк. Конференция. 31-я международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг». Мероприятие, которое объединяет все отрасли горно-рудной промышленности и демонстрирует последние технологии в этой сфере. Ежегодно выставка собирает ведущих российских и зарубежных производителей. За 30 лет работы мероприятие приняло более 6720 предприятий из трех десятков стран. В этом году на выставке были представлены компании из Италии, Белоруссии, Китая, России и Турции. Вот тоже пример горных дорог, горных технологий. Дальше. Торговая палата Италии. То есть, Юскай Транспорт поддерживает итальянские стартапы. Ну и тоже приезжали, получается, в Шарджи стартаперы из Италии. Привозили свои технологии. Ну и, в общем-то, Юскай Транспорт делилась своим опытом именно размещения в Шарджи. То есть, Шарджи очень тепло приняла тогда, в 2019 году, наш стартап. И, в общем-то, на всех своих конференциях. То есть, она везде его довольно хорошо пиарит всегда. То есть, у них там было, по-моему, шесть направлений таких основных. И она всегда начинала с Юскай Транспорт, что вот одна из флагманских технологий. Ну, в общем-то, вот здесь тоже приезжали итальянцы. Вот, ну и тоже посетили в том числе и наш центр. Вот, мы обменялись каким-то опытом. То есть, мы тоже как бы увезли к себе уже на родину тоже мысли, идеи, связанные с нашей технологией. Вот, ну и вот тоже то, что я говорил в начале. Была еще одна статья на Forbes, где Надежда Геннадьевна Косарева говорит, что бизнесу нужно действовать решительнее при внедрении новых технологий. То есть, намек понятен, что хватит бояться. То есть, пора уже внедрять новые технологии. Тем более, что они уже есть, они уже зарекомендованы. Вот, ну и тоже рассматривается в статье именно беспилотные грузоперевозки. Это новый логистический тренд, вот, или необходимость. Вот, ну я думаю, что вот эту статью можно, в принципе, можно было попросить рассмотреть у Олега, чтобы он на следующей нашей встрече рассмотрел более подробно. Статья довольно такая большая. Ну и, в общем-то, я думаю, что мы попросим у Олега, чтобы он ее рассмотрел. Подробнее именно про беспилотные грузоперевозки. Так, ну и дальше, вот как раз-таки тот международный публичный конкурс выпускных квалификационных работ. Я тоже, ну, ради интереса, вот здесь написано, что темы работ могут быть выбраны из списка 43 рекомендованных в положении. Вот, ну и тоже, ну, ради интереса, думаю, да, я посмотрю, что же там за темы рекомендуются, в принципе, для студентов. Вот какие, то есть это студенты, это аспиранты, докторанты, соискатели, магистранты. То есть, в общем-то, любые, ну, выпускники, которые, ну, в принципе, могут для себя брать какие-то темы. И, ну, это есть рекомендованные, но есть, как бы, и те, которые по желанию. Вот, и, в общем-то, эти, можно поучаствовать. Вот, ну, для меня было удивлением, что вот список 43 рекомендованных в положении тем, вот там есть довольно узкие, прям узкие тематики. То есть, допустим, есть узел, там колесо. То есть, как сделать так, чтобы снизить, там, допустим, биение колеса. Либо, как, какую краску покрасить, чтобы было меньше шума. Или, то есть, прям такие, прям точечные темы, вот, которые прям узконаправленного характера. Вот, и, в общем-то, даже можно посмотреть по этому положению. То есть, с какими проблемами на текущий момент, с какими задачами компания столкнулась. Вот, ее, ей необходимо решить. Вот, и опять же, тоже возвращаясь к теме, почему она является научной организацией. Потому что здесь очень много именно ноу-хау, то есть, это тех самых, вроде бы, кажется, там транспорт, ну, подумаешь, ну, едет, да, что-то. Но каждый узел, это сотни деталей, и каждая деталь, она может где-то лучше себя показывать, где-то хуже показывать. И там вот прям точечные такие моменты, которые рассматриваются, то есть, ну, тоже, кому интересно, можете посмотреть. Может быть, у кого-то есть племянники там, либо дети, которые выпускники там вузов. То есть, тоже можно посмотреть и принять участие в этом конкурсе. Кстати, заявки принимаются до 1 октября 23 года на электронную почту scienceunitsky.com. Участие в конкурсе бесплатное, вот, но там есть хорошие призы. Ну, про призы уже почитайте в кабинетах. Вот, довольно хорошие призы, денежные. Вот, так что есть мотивация, если студенты, то не только защитить работу, но и в том числе можно и заработать. Вот, если работа кажется лучшей, лучшей. Там три первых места, они вознаграждаются. Вот, ну, и переходя уже к новостям наших партнеров. Вот, наши партнеры, которые продвигают технологию в Кыргызстане. По тела Исмаилова, вот, собрала у него был и юбилей, был свой личный. Вот, и в том числе она закрыла наивысший статус sky-эксперта. Вот, ну, в общем-то, собрала у себя бал, такой звездный бал, путь к успеху. Но собралось больше 400, собрало 450 человек из разных регионов страны. Ош, Баткен, Сулукту, Наакад, Бишкек, Жалалабад, вот, ну, и так далее. Вот, особенно хотим отметить присутствие гостей и партнеров из Узбекистана. То есть, ну, как бы не только Польшинский Кыргызстан и Узбекистан. Ну, и, в общем-то, вот эта команда сейчас во главе с Потилой тоже приезжает в июле к нам сюда, в Марину Горку. Вот, так что тоже они здесь, тоже какие-то будут в ближайшее время новости. Вот, ну, и также прошла у нас презентация премиум клуба. То есть, есть для наших партнеров, как бы, общее условие. Вот, ну, и для тех партнеров, которые отличились особым вкладом, то есть, это в виде денежного вклада, также доступно премиум клубы. Ну, и, в общем-то, для участников премиум клуба есть ряд привилегий. Вот, это эксклюзивный дисконт и первоочередной доступ к инвестиционным предложениям. То есть, и первоочередной доступ к информации о развитии струнного транспорта, закрытое посещение стратегически значимых мест проекта, возможность дарить доступ к премиум клубу три раза в год. Ну, в общем-то, тоже можно в кабинетах это все это почитать. То есть, именно про премиум клуб, ну, тоже интересная вещь. То есть, те, кто у нас уже довольно давно в проекте, вот, могут пересмотреть, чего там не хватает, вот, для повышения своего статуса, вот, ну, и, возможно, здесь вот тоже возможно поучаствовать. Вот, ну, в принципе, на этом у нас все. Вот, может быть, кто-то из наших гостей созрел на то, чтобы выступить. Как раз есть 9 минут. Вот, может, кто-то хочет что-то сказать. Вот, раз, я смотрю, Олег у нас сегодня так и не появился. Видимо, в местах, где он рыбачит сегодня, интернет не ловит, вот, раз он не появился. Так что, есть возможность кому-нибудь выступить еще. Может быть, Наталья, может быть, Марина, Таисия, Елена. Так, Владимир у нас есть, Викторович. Ольга, Николай. Ольга, Елена. Александр Крюк. Так, Тихонова, Марина. Так, хорошо. Сейчас, секундочку. Так, сейчас я делаю тогда спикером. Все, Марина, пробуйте. Все, Марина, у вас там сверху появилось микрофончик. Да, есть он. Сейчас я, наверное, только у себя отключу. Секундочку. И надену наушник, чтобы у вас не фонило с вами. Добрый день. Добрый. Я, конечно, приветствую всех, кто сегодня собрался и в запись, если будут люди. Что хочу анонсировать. Я хочу анонсировать, что мы возобновляем работу по Белоруссии и России. И поэтому сегодня мне, конечно, очень приятно видеть своих знакомых. Вот и Владимир, Лена Макарова. Елену Степину очень рада тоже видеть. И поэтому я хочу, чтобы в том чате, который телеграм-чат у нас есть, чтобы туда подсоединялись люди, которые хотят развивать свои структуры. И начнем уже такую активную деятельность, потому что есть огромное количество людей, которых потерялись и в информации, и они думают, что все заглохло. Нет, ничего не заглохло. Все работает. Мы готовы помогать друг другу. Поэтому присоединяйтесь. Алексей вам даст всем ссылку на тот чат. Спасибо. Да, да, да. Спасибо, Марина, да, за выступление. Надеюсь, будете уже чаще у нас разбавлять нашу мужскую компанию с Олегом. Ну да, у нас... Так, Наталья еще желает. Так, давайте. У нас сегодня Испания на связи. Сейчас, секундочку. Наталья. Так, спикер. Все, Наталья у вас тоже. Пробуйте. Угу. Угу. Чуть-чуть громче. Чуть-чуть громче. Слышно. Даст? Ну, плоховато, но будем слушать каждое. Наушники, наушники? Ну, наушники, наверное, не повлияют. Скорее, микрофончик надо поближе, может быть. Поближе микрофончик. Наушников, да? О, все лучше стало. Стало лучше. Так, сейчас лучше? Да. Ну, что хочу сказать. Спасибо вам, белорусам, россиянам, что поддержали это все в самом начале, потому что я присоединилась только три года назад. Я работаю на латиноамериканском рынке, привлекаю инвесторов. Впервые посещу в Белоруссии, в Мариной Горке наш парк. С 2020 года я в проекте, но из-за пандемии потом не смогла сделать визу, не смогла приехать, а вот сейчас уже в июле месяце, думаю, что обязательно там побываю. Всем огромная благодарность, кто поддерживает проект на протяжении многих лет. Я, можно сказать, новичок, но слава богу, что успела запрыгнуть там в предпоследний вагон. И надеюсь, что все это очень хорошо закончится для проекта и для всех инвесторов. Всех обнимаю, Белоруссию обожаю, люблю, очень хочу там побывать и увидеть все своими глазами. И, может быть, еще встретиться с Анатолием Эдуардовичем, если он там будет. Вот, а так только в шарже была три раза, виделась там со всеми работниками, кто там работает, с Анатолием Эдуардовичем. Посчастливилась пообщаться, поговорить, рассказать, как мы работаем в Латинской Америке, как его там тоже очень любят. Вот. И я думаю, что мы все здесь правильно, что мы это поддерживаем и можем дать свою, внести свою маленькую лепту в такое большое дело. Международное, грандиозное. Так как мы, может быть, всего три года здесь, я и моя команда, мы влюблены в проект, мы никогда не опускаем руки. Мы очень активно работаем ежедневно, каждый день, делаем по ночам презентации, потому что большая разница во времени с Латинской Америкой. Я в два ночи в субботу выхожу, каждую субботу, чтобы дать презентацию им. И не устаю. И всем вам желаю точно так же снова включиться в работу, встряхнуть всех своих бывших лидеров, инвесторов. И чтобы они снова оживились, снова воодушевились, потому что столько всего сделано за такое короткое время. Это просто невероятно. Вот это хотела сказать. Спасибо большое. У нас все зародилось здесь, в России, Беларуси, в Украине. Потом немножко уже устали. Но слава богу, есть такие страны, как Вьетнам, как Латинская Америка подключилась. У нас вроде бы уже выдохлись, но эстафету передали. И благодаря Наталье в общем-то в 2020 году очень вовремя. Так что эстафету передали. Ну и сейчас, в принципе, уже после такого отдыха, можно, вот видите, Марина отдохнула. Отдохнула Марина, вперед. Да, рвется опять в бой. Замечательно, замечательно. Я очень рада. У всех своя, свое время, да, очень долго сложно привлекать людей. Это сложно, конечно, столько лет работать. Но самое главное, если мы любим этот продукт, если мы любим эту технологию, то не должны уставать предлагать, да, быть здесь с нами. Замечательно. Да, Елена Степина писала, Алексей, благодарю за отличную встречу. Наталья, я вам огромная благодарность за такое масштабное продвижение с 20-го года. У каждого свое начало. Время, да, у каждого свое время. Начало и конец. Ничто не бывает вечным, это правильно. А Владимир передает нам привет солнечной Камчатке. Ох, ну тут точно, я сижу вот так, потому что и с вентилятором. Я живу в Испании, в Барселоне здесь очень жарко. Здесь очень жарко. Из горячей Камчатки. Солнечная, надо было, наверное, в кавычки. Да, я поняла, что солнечная в кавычки. Я вам всем солнышко посылаю, жар, жара, солнышко. Потому что здесь, конечно, в Испании очень много солнечных дней. А я сама с Узбекистана привыкла, чтобы было жарко. Ну у нас, Наташа, минутка буквально, так что можем... Да. Всем, всем до свидания. Рада была побывать на эфире. Да, все. Всем спасибо за внимание. Встречаемся через две недельки. Вот, я думаю, что Олег нам расскажет про статью из Forbes. Вот, может быть, что-то еще. А, еще там Марина просила одну прокомментировать аудит. Вот, ну... Субтитры сделал DimaTorzok